Доброго времени, дорогие любители домашней экзотической флоры! Вас приветствует студия Терра Хайлинг и я, Елена Сухорокова. А на ваших экранах раскрыла в приветственной мудре своей великолепной ладони жительница океании и влажного тропического леса Австралии Пальма Левестона Круглолистная. Это самая настоящая пальма, представительница Орековых, чаще всего встречается в прибрежной зоне Явы и Малухских островов. В природе это не самый крупный вид, а потому в условиях домашнего содержания ствола не образуют. И вместе с вами у нас есть возможность поучаствовать в перевалке. Мой любимый транспортировочный пластик имеет достаточное количество отверстий в нижней части, а керамзитом крупной фракции мы создадим воздушную подушку для субстрата. Корневая система Левестона сбежала из горшочка и, предохраняя от повреждений, мы её перевалим. Роскошный веер тёмно-зелёных, глянцевых, плотных листьев в домашних оранжереях редко достигает 1 метра в диаметре. И всё же, приобретая в коллекцию шикарную красавицу, важно помнить, растёт Левестона Круглолистная очень быстро и требует открытого пространства, притока свежего воздуха, высокой влажности и хорошего освещения. Старый субстрат слегка подсушен, а потому, обжав со всех сторон, мы без труда извлекаем пальму, сохраняя земляной ком. Здоровая и крепкая корневая система отравда для растений вода и залог формирования красивой кроны. Мы немного подснимем верхний слой старого субстрата и займёмся составлением свежего грунта. Оставим пальму в сторонку. Кстати, даже в миске пальма смотрится крайне декоративно. А субстрат для любительницы прибрежной влаги мы соберём из следующих компонентов. Для большей наглядности в равных долях заранее выложила их в широкой посудине. Это влагоёмкий кокосовый субстрат. Природный улучшатель качества грунта и кладезь полезных микроэлементов – сапропель. Листовая и дёрновая земля. Их запасы подходят у меня к концу. Благо, наступает новый сезон заготовок. Скорлобаки дробового ореха. Идеальный компонент мульчирования почвы, регулирующий кислотность и природный инсектицид. Вермикулит. Ещё один незаменимый компонент для удержания влаги в почве. Крупные фракции раскисленного верхового торфа и совсем немного берёзового угля. Природная антисептика – дополнительный мульчирующий элемент. После хорошего вымешивания мы получим влагоёмкий, питательный, дышащий, с хорошей защитой корневой системы, предохраняющий любительницу влаги от залива и гниения. Наполним горшок на две трети полученной грунтовой смесью. Установим композицию по центру и без труда заполним оставшиеся в горшке пространства, обеспечив экзотической красавице комфортные условия развития. Будьте аккуратны. Растения весьма коварны. Зелёные черешки густо покрыты от основания шипами, образуя передний грибль. Моё растение, как вы сами можете видеть, развивается в два ствола. За год совместного проживания успела из растёхи мелкого кластера превратиться в высокодекоративное растение и выпустила новые листья. Левистона круглолистная любит яркий свет без попадания прямых солнечных лучей в полуденное время. Прошлое лето прекрасно проводило в саду на свежем воздухе. Я немного переживала за избыток влаги после дождей, ведь живые ладони пальмы были совсем крохотные и, как мне казалось, не предохранили почву от залива. Но волнения оказались напрасными и растёха стойко перенесла сентябрьское снижение ночных температур. Мы хорошенько прольём левистону чуть тёплой водой обратного осмоса. Красавица пальма любит влагу, но поливаю я её только после просыхания верхнего слоя почвы, в среднем полив два раза в неделю и ежедневное опрыскивание из пульверизатора тёплой водой. Во время отопительного сезона пальма принимает опрыскивание и вечерние часы, что предохраняет высокодекоративные листья от сухого воздуха. После полива почва дала усадку и мы немного уплотним её в горшке досыпкой. Для образования густой, равномерной, плотной и красивой кроны левистону поворачивает к источнику света разными сторонами. Подкормить пальму можно два раза в месяц, чередуя живую органику с минеральными удобрениями. Левистона обожает тёплый душ, а в зимнее время обтирание влажной микрофибровой салфеткой. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хайлинг и ставьте лайк.